События сегодняшнего вечера. Трёхраундовый суперфой по кикбоксингу. Версия К1 в первом среднем весе. Дмитрий, хочется сказать... Хочется, скажите, Максим. Я долго ждал этой минуты, чтобы сказать, так как вы забрали полностью всё в свои руки. И Бату Хасиков сменил команду. Как вы видите, Дмитрий, в углу у Бату другие люди, нежели те, которые были с ним в предыдущих боях. Сменил команду именно тренеров. С ним работает в том числе и его главный спарник-партнер Николай Штаханов. Мастер спорта международного класса по кикбоксу, чемпион мира и чемпион Европы. Среди любителей, достаточно известный боец сборной команды России был в 67 килограмм он выступал. И, по-моему, если память не изменится, 71. Он был главным спарник-партнером и помогал максимально готовиться к переднику данного Бату Хану. Поэтому сейчас интересно мне, в том числе как специалисту, наблюдать, изменилось ли что-то в манере Бату, либо в каких-то, может быть, тактических ухищрениях ведения поединка. Или что-то, например, появилось новое у него. Вот, Дмитрий, это такой вот небольшой экскурс. 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 Чемпион мира по кинг-боксингу! Абнастюна! Чемпион мира! Искамбытия, Россия! Ноткомпитерная Россия! Камыгастара! Встречайте, ladies and gentlemen, Репространзинг! Патул Пасухан! Спасибо! Патул Пагонин Борзо Дает заключительный результат Эластик струкшен Рефери Пагонин Борзо Вот теперь можно поговорить Работаем по правилу К1 без клинча Но клинч Собственно все Вот вам и короткие инструкции Наконец-то Давайте посмотрим сам бой По моему скромному мнению Бо-то это бой нужен Любой боец Бывает эпизод, когда попадает в ситуацию Когда он застаивается Нету боев Вроде бы и достижения Титулы Функциональная готовность Все у тебя есть А боев нет В этом случае тебе надо Тебе приходится искать соперника С которым тебе Неплохо бы поспорринговаться Чтобы просто Еще и проверить свою функциональную готовность Свою готовность Вообще хочется тебе дальше биться или нет Смотрите, Дмитрий Бату из места в карьер В своей манере Перекрывшись Задавить соперника Заняв центр ринга И даже уже И все Плоскости Квадрата 6 на 6 Он просто давляет Уверенно Первый номер И лоу-кик Одну Точно Тот Тот Немножко расслабленно Стает широковато Он держит руки Бату успевает попадать ему вразрез Ничего так. Есть такой термин среди профессионалов, среди специалистов в области ударных линоборств. Смотрите, опять в очередной раз. Сам же Уоррен Селмах бьет лоу-кик повторный уже и отлетает от своего же удара. Меняет стойку Чака Зулла. Меняет, становится в левшу, то в левшу, то в правшу. Очень спокойно это делает. Тяжеленные удары вот такие лоу-кики. Бату идет вперед. Понимаю, что соперник, в принципе, когда вначале получилось, теперь можно уже поработать совершенно спокойно. Соперник дает атаковать. Как воскликнул Али Багудинов, Бату Уралан. Вот здесь как раз Бату все целы. Уралан и только Уралан. Хорошо. Смотрите, справа ноги и мидал-кик точно в цель. Странным образом... Постоял так, почесался. Уран Селмах даже обратил внимание еще рефери в ринге, что как будто он пропустил удар в кость. Хотя среди профессионалов можно бить, наносить туда удары. Это норма. Стрел у нас вышел на 100 граммов, перевешенный. Даже на взвешене Бату сказал, что 100 граммов не перетерпит. Там понятно, когда люди гоняют вес, это уже давление, для того, чтобы он не секрет. Это столько, что он в 2 килограмма превращается, только дай. Вот правый по печени в очередной раз Бату попадает. Уже третий удар точный в область печени Бату право-прямое закладывает. Великолепно. Спонсор трансляции. ЗАО Интерскол. Новый ОДОЛАКОСТ РУЖ. Легендарная рубашка Пола в коллекции ароматов. После еды ваши зубы подвергаются риску возникновения кариеса. Новый Орбит борется с тремя причинами его возникновения. Жуйте новый Орбит каждый раз после еды. Орбит. Тройная защита от кариеса. Ешь пей. Жуй Орбит. Дмитрий, хотелось бы даже чуть-чуть предвосхитить, может быть, будущее событие, но я не удивлюсь, что в этом поединке мы увидим такой красивый нокаут, потому что первый раунд, видно, было по манере ведения боя Бату Хасикова. Конечно же, он уже четко увидел слабые стороны, он увидел те площади, куда нужно носить удары. Это печень. И когда Орбит стоит как раз в правосторонней стойке и пробует что-то из этой позиции сделать. И, конечно же, вот, посмотрите, медалкик в обоих случая, контактный. И по пещере сразу прошло. Тут же опять, посмотрите, насколько уверенно Бату заставит уже третий раз щит. И колено. Ну, я вам признаюсь честно, у Урана Стэлломасу тяжелый левый сбоку удар. Левое колено, посмотрите, у Бату даже гематома появилась после левого сбоку. У Стэлломаса еще хватает опуха. Это не тот человек, от которого будет ждать каких-то поблажек, что ли. Бату здесь придется, если он хочет победить, то он победит, ему придется работать. Обратите внимание. Во второй трехминутке Стэлломас пытается включаться. Потому что, понимаете, ему сейчас стоит отдать инициативу, и все, в принципе. Верное замечание. Если не будет нокаута, то он... Согласен с вами. Здесь Уран Стэлломас, как истинный профессионал, пытается перехватить инициативу. Потому что первый раунд настолько уверенно Бату провел. И по площадям бил, тулущая голова. Настолько точно, абсолютно левый. Уран Стэлломас, левый сбоку, левый снизу. Пробивает уже не первый раз. Мне все время кажется, что Бату в какой-то пребывает паузе. Как будто вот сейчас еще чуть-чуть, и он сокрушительно начнет разбивать Уран Стэлломас. Я думаю, Бату экономит силы на третий раунд. Хорошо. Вот этими маленькими микродвижениями он соперника постоянно пробивает. И ему дает, в том числе понять, вдруг я тебя все равно вижу. Я тебя вижу, и все про тебя знаю. Смотрите, легкие удары, да, Дмитрий, согласен с вами. Легкие очень накидывают удары Бату с левой руки, без акцента. Тулущая голова. Я-то знаю, что этот парень-то может бить очень жестко. Потому что присутствует на последнем его спарринге с Алексеем Добрыниным, чистым боксером Аспорт по боксу. Бату налетел на него, как ураган, вы знаете, на Алексея. И сбил. Ну, избил угры. Он, конечно, подавил массу ударов без пауз. Сейчас, конечно, я вижу сдержанного Бату, терпеливого, который четко знает, что ему нужно и чего он хочет. Мне-то как раз сейчас нравится то, что Бату работает больше по позиции. Не старается сразу прям задавить, как это было тогда сказано? Урон с левой массой, знаете, чем меня удивляет? Меняет стойки постоянно. Левша правша и очень уверенно работает как раз именно, да, в левшее. У него вот удар слева, вот здесь пропустил на встречу. Справа Урон. И вот этот левый попечень, левый сбоку, у него очень неплохо идет. Достаточно поставленный удар. Вот здесь Бату в тующе голова. Два этажа сразу же и колено. Бату успевает, пока успевает, по крайней мере, это интертаковой довольно грамотно. И тогда сразу же воршав. Меня закончили второй раунд. И на второй раунд. Интерсколы решают любые проблемы. Орбит. Клубника, банан. Самая вкусная защита от кариеса. Ешь пей, жуй Орбит. Только из свежего хлеба пекутся сухарики воронцовские. Сухарики воронцовские пекутся о традициях забавы ради. Момент истины. Что вы скажете после второго раунда? Вот какие впечатления второй раунд? Бату экономил на третий раунд. Он понимает, что технически, но он, наверное, превосходит его соперника. Не чуть-чуть, но превосходит. Прежде всего успевает. Он успевает, когда начинает вырабатывать соперник, не перекрываться, не толком контратаковать в этот момент не может. Во втором раунде дал поработать, дал сопернику понять, что не нацелено на аккаунт. Скорее не нацелено на такой бой до завершения. И на третий раунд сейчас силы сэкономил. Сейчас совершенно спокойно сможет включиться. Стэлмин сейчас, обратите внимание, хитрее, хитрее, хитрее. И там и водичка на полу, и водичка на спине. Еще 30 секунд подышать. Без оброза, дорогие друзья. И ноги вытереть, и потом подскользоваться в том же углу, был бы очень нелишним. Все как положено. Дмитрий, а вот смотрите, третий раунд. Хотя активность какая. Вот как раз, что Бату готова. Как я о чем говорил, последний вот спарринг с Алексеем Добрыниным, как грома молния, без пауз. Чем меня потряс. Сейчас, мне кажется, мы это увидим. Поработать, поработать, поработать. Поработать. Оу, левый сбоку, еще, смотрите, кресты. Снизу сбоку, сбоку, снизу, так называемая. Это как раз именно антропометрия. Ворон оставил мац, ему так и нужно работать. Бату в своей манере очень здорово. Пришел, на соперника почти улегся. И отработал колени по ходу программы. Что там у нас в печени есть? Да, правая тулыша, да, попал точно. Но пока вот нет такого тяжелого скрушительного удара справа. Вы знаете, его не хватает. Здесь Бату, мне кажется, чуть передерживает. Здесь левый сбоку попал у Уорона на выходе. Бату сейчас окучивает с рук. Удары такие, они скрытные. Скрываю удар тяжелый у лоу-кика. Пожалуй, я один из тех пугинков, когда Бату больше бьет по корпусу. И в разы больше бьет по корпусу, а не же бьет по голове. Да, нежели обычно. Нацелен обычный, да. На туловище, левый снизу, тут же правый, беремот на голову. Идги легкие, очень удары. Он насыпает этими легкими ударами. Идет колено с дальней дистанции. Вот левый-левый и справа не хватает. Минута 10. Попал. Точно, точно, точно. Точно был удар. Вот тут был бородка. Уорона Стэйлманс от удара, конечно же, упала. Не оттого, что подскользнулся. Немножко поплывет, сейчас по глазам-то видно. Здесь левая рука, вот. Вот справа по туловищу в эту прошел, опять же. В очередной раз этот удар. И сразу какие-то агрессивная контратака была. Ничего еще не решено. Стэйлманс, есть свободная зона. Это правая сторона. У него опущенная правая рука. Вот здесь Батун как раз и левой рукой может его настигнуть. Как и левый снизу, и левый сбоку. В связке. Я думаю, что Батун все это прекрасно видит. И поддавит еще. Еще поддавит. Ответ хороший Уоренсом. Повторный, сдвое на лоу. По корпусу не попадает. Старается, конечно, голландский боец отрабатывать в основном по голове. Но это хорошее. Задил. Попал. Еще раз. Но дорабатывать, дорабатывать. Колено. Колено еще раз под печень и пропуск. Я думаю, достоит. Я думаю, достоит совершенно спокойно. Уверен, уверен. Он стоит на ногах и его не болтает. Здесь слева еще, понимаете, заряжает. А Бату справа с очередь. Время. Время. И оба руки вверх. Вот это тоже профессионально хорошая привычка. Закончим третий раунд. Да, Бату гематому такую нарисовал. Да, я говорил, с левой руки он пропускал несколько раз удар. Левой сбоку. Но еще плюс. Не забывайте, Дмитрий, о том, что... Не забуду. Перекрыт. Перекрыт очень плотно. Еще и перчатками? Да, перчатки вибрацию создают. И вот тоже они... Вот, вот, вот. Хорошо. Хороший повтор. Сергею Маргарену большое спасибо. Бам. Попал. Это в обратную сторону. То, что вот эта манера Бату перекрываться в глухой защите, тоже вот она нанесла урон самому же себе. Вот под правую как раз сторону лица. Вот эта гематома, она как раз связана с ударами, принятием ударов с левой руки на себя. И вот вы знаете, Максим, бой-то ровный получился. Бату сумел добавить в третьем раунде, чего от него, собственно, и хотелось. Но он не дал стоимость опомниться. Один раз посадил, один раз посадил, и если тут дело доводить до судейского решения, я лично скажу, что Бату был получше. Но меня удивил исход поединка, и меня Уоррен Стэвелманс удивил в большей степени. И я думал, что Бату с более легкой такой прогулкой пройдется по Уоррену. Ну вот вы знаете, отсутствие практики бойцовской, это в том числе могут быть и вот такие вещи. То, что не получается легких боев, и голландец, он, это непроходной спортсмен в любом случае, но непроходной, делает самое, что вы хотите, хороший, крепкий профессионал. А победа решением, и победа, я не знаю, единогласным решением, или раздельным решением, это все-таки победа раздельным решением, это не накалывание. Это в любом случае повод подумать лишний раз о том, что нет предела совершенства. Однозначно, да, есть к чему стремиться. А еще, а еще, нам извините, нам еще никто ничего не сказал, судьи-то сейчас совещаются. Да, Уоррен Стэвелманс, как и анонсировал, как вы говорили об этом не раз, все-таки по-настоящему. Потому что если чувствует, что проигрывает, сразу руки вверху, хоп, я выиграл. Да, средний, средний, такой жесткий боец, который, в общем, на уровне, я имею в виду средний, который звезд не хватал, я это имею в виду, он не одерживал какие-то великие победы, но это боец, который по-настоящему боксировал со всеми лучшими. Поэтому сейчас он по-настоящему показал серьезное сопротивление в бою. И Дмитрий, опять же, по честности, он сильно меня удивил. Я все-таки думал и предполагал, что Бату справится. Полегче с ним справится. Полегче, как-то бой пройдет и справится более так уверенно с Уорреном. И так, дамы и господа, по совершении боя обратимся к судейским запискам. Друзья и господа, after the action we go to the Georgia score cards. Судья Соломко. Джордж Соломко, 30-28. Джордж Соломко, 30-28. Судья Кудаев. Налим Кудаев, руковой судья Иисупер Вайзер. 28-29. Джордж Кудаев, 29-29. Дмитрий Матвеев, что? И последнее решение судья. Итак, пока счет равный. Судьи разделили свое решение. Иисупер Матвеев, 30-27. Джордж Матвеев, 30-27. Дамы и господа, раздельным решением судей. Победу одержал, ladies and gentlemen. Дмитрий Матвеев, your winner by split decision. Победу! 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 Раздельное решение судей. Вот раздельное решение судей. Звоночек, по меньшей мере. Да.